приветствую всех кто смотрит меня в прямом эфире кто будет смотреть записи ну и традиционно кто смотрит на информационно-аналитическом портале ava.md сегодня поговорим о двух темах одна обозначена это государственники и антигосударственники но вначале несколько слов о главном событии дня которое произошло это митинг возле центра избиркома и проблема которая сегодня поднимается в социальных сетях сми о том что цик не разрешил увеличить количество избирательных участков за пределами молдовы в первую очередь в европе а мы знаем что на выборах президента многие не успевали там проголосовать были громадные очереди люди даже уезжали в другие города особенно в германии чтобы голосовать принципе ненормальное явление что каждый гражданин молдова должен иметь право проголосовать и социалисты и коммунисты имея определенное влияние на цик не позволили увеличить количество избирательных участков знаете они выстрелили себе в ногу на самом деле даже если не произойдет изменение хотя почти уверен что они произойдут потому что и правительство за это выступает и подавляющее большинство партий но я повторяю даже если не произойдет коммунисты и социалисты так озлобили те кто живет за границей что они проедут тысячи километров но проголосуют вернуться в молдову проголосуют даже непонятно зачем это они сделали кто им такую глупость посоветовал да еще и сегодня начинают обвинять тех кто за рубежом такое впечатление складывается что те кто вкалывать за рубежом они где-то отдыхают на лазурных берегах в нице и так далее они день и ночь вкалывать чтобы заработать копейку и что-то выслать своим родным в молдове и какое-то чудовищное отношение к этим людям со стороны социалистов и коммунистов ну а теперь вернемся к главной теме тоже связано с коммунистами и социалистами они выбрали для себя право но как когда-то в советском союзе нквд могло определять кто враг народа и практически все кто попадал были враги народа так и они решили разделить политический класс да и общество в целом на государственников и анти государственников ну вы знаете в их подходе ну много такого смешного и наивного но давайте попытаемся разобраться почему они вдруг себя назвали государственники кто им дал такое право они государственники они патриоты и вот пять таких дефиниций по их мнению но наверное так судя по тому что они делают что государственники это те кто каждый свой шаг согласовывает с кремлем и мы знаем что постоянно туда дадон ездит там встречался раньше с путином а сейчас уже с козаком поменьше даже когда президентом он уже высшее его достижение это беседа с чиновником президентуры администрации президента козаком а вот те кто считает что нужно учитывать национальные интересы молдовы те почему-то попали в разряд анти государственникам государственникам причислили себя те кто пугает народ молдовы появлением смуглых детей а те кто против ксенофобии их почему-то называют анти государственниками так они считают государственники у нас те кто против соединенных штатов америки против европейского союза анти государственники это те кто хотят евро интегрироваться которые считают что европейский выбор это правильный путь молдовы но дадон и баронин вот так определили кто государственник кто не государственник государственники ну так получается это те кто неравнодушен кулькам и мы видели эти сцены с кульками знаем и о других сценах а вот анти государственники это те кто хотят бороться с коррупцией и против кулечников вот их зачислили в анти государственники государственники это те кто получал иностранные финансированные через так называемые багамские офшоры за которым мы знаем прекрасно какая страна стоит а вот анти государственники это те кто против иностранного финансирования и кто хочет разоблачить тех кто получает денежки чем через того такого рода багамские офшоры вот ну там много можно было еще привести примеров вот так они делят на государственников и анти государственников себя причислили государственников патриота поскоблите хорошо молдавского государственника и вы увидите что за этим стоит его желание получить это государство в кормление и кормиться за счет него вот такие у нас молдавские патриоты государственники коммунистическо-социалистического разлива что имеем то имеем но одно скажу потерявши не будем плакать всего хорошего доброго вам здоровья берегите себя до новых встреч отмечу это был 50 выпуск юбилей всего хорошего